Утренний кофе 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 такого важного представления о себе, что если я не представлюсь, если я не скажу, чего я хочу, так они никогда об этом не узнают. А потом с годами я понял, что счет надо предъявлять работами. Вот сделал, 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 показал. Что об этом рассуждать? Но поскольку общение с журналистами вменено в моей профессии, то я, конечно, душка, прям как встречу журналистов. Журналисты, прям делаю вид, что я рад. Я не думаю, что публичный человек – это такая обязательность ежедневного отчета перед чужими людьми о том, как и что устроено в моей жизни. А что, на ваш взгляд, происходит с культурой? Она становится какая-то более низкопробная? Мне кажется, что пошлость возникает только тогда, когда это примитивно, банально, скучно, когда это отмечено печатью плохого вкуса просто, и сделано по-актерски, неважно. Но если вот об этом, об этом, о чем мы даже не говорим. Смотрите, какой я человек советский, как во мне это живо. Если бы об этом говорить ярко, остро, если бы об этом говорить смешно, если за этим следует какой-то такой карнавальный, какой-то такой фон яркости, веселья безудержного. Ну почему нет? Ну вот прям там нельзя. А где можно? А античная культура? А пулей? А рабли? А их куда девать? То есть нет запретных тем? Ну нет запретных тем. Запретные темы – это темы, которые унижают человека. Инвалидность, выборы его сексуальны, не знаю, национальность, цвет кожи. Вот когда об этом говорят пошло и грубо, лежали, тюх, как раньше говорили, вон из профессии. А о чем жалеете? Чего не успели сделать в этой жизни? А что я успел? Ну я ничего не успел. Я просто очень много работал. Ну там был, здесь был, очень много выходил на сцену, почти ежедневно. Я не люблю выходных. А так-то теперь я понимаю, что я уже и много чего не сделаю, но я как жена лота, мне нельзя оглядываться назад. Мне страшно встанет. Ефим, большое спасибо за беседу. И вам спасибо. Она, к сожалению, такая была совсем короткая. К счастью, к счастью. К счастью для вас, да, к сожалению для нас. Спасибо.